Я могу сказать, что за последние 10 лет успехи, которые достигнуты Китаем, успехи, которые по праву впечатляют мир. Огромные успехи. И связаны они, конечно, с 10-летним правлением Генерального федерального партии, председателя КНР Си Диньпина. Вот сегодня мы являемся свидетелями того, что Китай справляется с этой задачей. Китай идет к своему 20-му съезду. Я уверена, что это будет историческое событие, которое несет большой вклад в реализацию тех задач, которые были поставлены еще на предыдущем 18-м съезде партии. Китай выполнил первое столетие, успешно выполнил и поразил весь мир. Ни одна страна с населением меньше не могла за короткий срок ликвидировать бедность у 100 миллионов человек. Ни одна страна не могла решить задачу средней зажиточности. Это не по определению китайцев, а это средний мировой уровень, средняя зажиточности. Для того, чтобы выполнить эти задачи, в два раза надо было поднять ВВП страны и уровень жизни населения. Да, много трудностей. И сейчас Китай в силу обстановки в мире, сложной, сложнейшей обстановки, в силу ковида, который никак нас не оставит, страшная чума нашего века, то приглушается, то снова возбуждается, то в одном месте, то в другом. Для многих вопрос, почему Китай закрывает целый Шанхай из-за каких-то отдельных случаев, говорят, это непонятно, а мне, например, это понятно. Потому что в такой полуторамиллиардной стране нельзя допустить свободного распространения инфекции. Если это случится, страна выпадет из разряда передовых стран. Это вообще нарушит всю логистическую цепочку мира. Поэтому партия коммунистическая, с которой, безусловно, связаны все успехи, которые Китай добился, она борется с ковидом, она решает свои задачи так, как считает нужным. У нас когда-то говорили коммунистическая партия о нашей стране, в которой я сама выросла. Это ум, честь и совесть эпохи. Так вот я считаю, эти слова сегодня можно полностью отнести к десятилетнему управлению Коммунистической партии Китая после принятия вот этой программы. Ум, мозг партии. Партия вобрала в себя все передовое, что было в предыдущих поколениях, спокойно, не отрицая, а обдумывая, анализируя успехи и промахи, переходя реку, нащупывая камни, разработала свою политику, политику, разумную политику, настроенную на реальные условия Китая, на многомиллионное население страны, на трудности, которые есть в развитии восточных и западных регионов и южных, на проблемы, которые есть и другие в стране, но, тем не менее, задача поставлена, она решается. Поэтому вот Китай, который благодаря партии, благодаря умелому руководству партии, вобрала в себя все передовое, став умом нации.